Десятилетний Матвей Верясов Мама Матвея Людмила говорит, что ее сын очень любит природу. Каждую свободную минуту Матвей старается узнать что-то новое о растениях и насекомых. Однако раньше о том, чтобы провести пару дней за городом, семья не могла даже мечтать, поскольку не было специальных условий. Здесь очень такой насыщенный ароматный сосновый воздух, который, как говорится, питает детей. Они дышат этим, он очень чистый. Во-вторых, здесь очень хорошие специалисты, душевное общение, игры на гитаре, то есть очень такие задушевные песни по вечерам. Именно такого душевного общения в повседневной жизни не хватает тем семьям, в которых воспитываются дети, страдающие аутизмом. На помощь родителям пришла общественная организация АИСТ. В 2019 году она заняла первое место в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из областного бюджета. Руководитель организации Елена Титова вместе с партнерами организовала специализированную смену в туристической деревне Артекова. В течение третьей лагерной смены здесь, на территории туристической деревни Артекова, мы реализуем впервые проект «Дача для особенных детей». О чем, собственно, этот проект? Он о том, чтобы предоставить возможность детского отдыха ребятам, которые в силу своих особенностей, особенностей своего здоровья, бывают его лишены. За 20 дней на свежем воздухе смогут отдохнуть 18 детей с ограниченными возможностями здоровья из разных районов области. Для них созданы специализированные условия. Закуплено специальное оборудование, смонтирована сенсорная дорожка, приобретены игры развивайки и многое другое. Особенно важно, что дети отдыхают вместе с родителями в сопровождении профильных специалистов. Наши специалисты работают по основным технологиям, которые развивают коммуникацию, социально-бытовые навыки и двигательные навыки детей. Для этого мы используем карточки ПЭКС, потом визуальное расписание, то есть создаем какие-то приятные рутины, проигрываем социальные истории и отрабатываем игровые навыки. Специалисты и родители отмечают, что первые положительные результаты у детей появляются уже через пару дней пребывания в лагере. Закрепить положительную динамику всем участникам проекта поможет методическое пособие, которое также получат остальные 500 семей регионов. В следующем году организаторы планируют расширить проект и создать в лагере специализированные условия для маломобильных детей. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ